Доброго времени суток! Канал Котельный Доктор. Этот выпуск посвящен устройству котельных турбин. Хочу сделать обзор на несколько производителей. Это Violent, Proterm, Baxi, Navien, Gazlux и Arderia. Ну и в конце бонусом покажу вам турбину для китайской колонки, которая отличается по устройству от всех остальных. Еще ее правильное название это вентилятор дымоудаления. Хочу начать с турбины для котла Violent 3 серии. Это немцы на горячей присованной шайбе. Сейчас разберу, покажу ее устройство. Как правило, все европейские вентиляторы дымоудаления собраны на звездочке. И разбираются довольно просто. Но, как вы знаете, запчасти для котельного оборудования у нас ремонту не подлежат. Поэтому просто посмотрим их внутреннее устройство. Значит, кольцо. Это стоит на любой принципе турбине, у которой вход мама. Внутри крыльчатка. Дросселирующая шайба ставится, как правило, у компании Violent из пластика. У других производителей, допустим, таких как Proterm от компании FIM, ставится металлическая. Если мы посмотрим на ее аналог от Baxi. Это одна и та же крыльчатка, просто в разных корпусах. Однако у Violent она разбирается на две половины. А здесь все это дело, скажем так, спрессовано, заштамповано. И достается только целиком. Значит, посмотрим с другой стороны. Сам по себе статор, посмотрите, очень похож. Что здесь, что здесь. Различаются у них только трубки в Вентуре. Давайте снимем эту часть, посмотрим, что внутри. Как видите, оба этих устройства собраны на втулках сухого скольжения. То есть, это не подшипник, а латунная вставка, которую при сервисе необходимо обязательно смазывать. Статор закреплен на вот этих двух болтах. Точно так же у нас снимается сам ротор со шпильки. И вторая втулка сухого скольжения находится вот здесь, в самой станине. Станина крепится на трех болтах. На таких турбинах обязательно нужно следить за целостностью амортизаторов. Это первое, из-за чего ломается сама турбина, поскольку у нас начинают садиться втулки. Они забиваются пылью без сервиса и при износе амортизаторов, грубо говоря, турбина падает и начинает вибрировать. Из-за этой вибрации разбиваются втулки сухого скольжения и турбина уходит на свалку. Эту часть не снимите. Здесь горячая присованная шайба, которая никак не снимается. Знатоки и люди, которые пытались это дело менять, они ее грели. Ну, вело просто крыльчатку, на этом все заканчивалось. Едем дальше. Тот же производитель, что и делает для компании Вайланд, только эта турбина произведена в Китае. В принципе, они практически одинаковые. Отличие только в том, что здесь не выкручиваются шпильки и у нас кожух не разбирается, как на Вайланд. А статоры, в принципе, похожи. Перейдем сразу к следующей. Один из лучших производителей, по моему мнению, это компания Фиме. Они делаются как в Польше, так и в Германии. Так я видел и итальянские турбины. Разбирается здесь и кожух, и станина, и разбирается все остальное. Гайка на 10 с обратным вращением. Вот эти места у нас это обычные колечки, пружинки. Они снимаются либо съемником, либо отверткой. Данная модель устанавливалась на котлы Протерм Леопард, уже снятые с производства. Здесь алюминиевая втулка. Вот это дросселирующая шайба, которая ставилась на эту модель. Значит, здесь у нас гайка с обратным вращением. Она отворачивается при помощи головки. Но я рекомендую обязательно вам это тело побрызгать. Потому что, вот посмотрите, даже у меня сейчас это все раскручивается не так просто. Вы спрашивали, каким образом она разбирается. Разбирается она легко. Собрать, возможно, будет не так просто, как разобрать. Да и в принципе, разбирать ее нужно только для того, чтобы достать инородное тело, как вы видели недавно в моем ролике, летучая мышь, либо камень. Какая есть ложка дегтя у Фимы? Значит, вот именно такую ситуацию я вам сразу и показываю. Здесь мне нравится трубка Вентурия, потому что она выполнена из металла. И практически не бывает поломок. А ложка дегтя, вот она. Есть у меня видео, где на Будеросе мне пришлось просто обламывать крыльчатку. Потому что вот это место, если оно заржавело, здесь алюминиевая втулка. И алюминий замечательно у нас прикипает к металлу. Для того, чтобы снять статор на ней, нужно отвернуть вот эти два болта, которые крепятся с обратной стороны под крестовую отвертку. Для этого нужно снимать станину. Вы не снимите станину, если, как в моем случае, вот эту часть закусила. То есть, эту часть снять, ну, бить молотком, конечно, по ней не нужно. Но вы не замените вот этот подшипник. Поэтому перед тем, как вообще крыльчатку снимать, я обычно хорошенько это все дело заливаю ВДшкой. Ну, в этот раз не залил, просто для того, чтобы вам продемонстрировать, как это дело устроено. Другое дело, это азиатский производитель. Здесь все гораздо проще. Вставляем крестовую биту. И, в принципе, разбираем все за полминуты. Значит, первый. Газлюкс. Газэко. Рок тот же самый. Это уменьшенная, видите, улитка сама по себе меньше, чем у европейцев, да? Все это дело тоже на подшипниках. Вот здесь у нас подшипник под специальной втылкой. Под пружиненный у нас ротор. Для того, чтобы подшипник не плавал. Статор небольшой. По мощности они похожи. И разбирается все за счет точно так же отворачивания здесь гайки. Гайка тоже на 10 с обратным вращением. И сама по себе крыльчатка довольно-таки маленькая. Но вот этой турбины хватает на 24-киловаттный котел. Видите, она вся ржавая. Почему? Вот разница между, допустим, возьмем мы турбину от Навьен. Вот этот котел отработал 8 лет. И она чистенькая. Потому что вот это вентилятор дымоудаления. А вот это не назовешь тем же самым. Потому что у азиатов они стоят снизу. Это касаемо и Ордери. Это касаемо и Навьена. То есть, во-первых, они меньше подвергаются воздействию конденсата. Здесь, грубо говоря, холодный воздух попадает прямо на турбину. Вот почему она у нас становится ржавой. Но ремонтируется она тоже просто. Если ее поремонтировать и достаются из нее инородные тела, тоже легко. Однако в нашей стране, напоминаю, ремонт запрещен. Сразу менять это дело и все. Здесь у нас вот эта крыльчатка охлаждения. Она здесь держится нормально, в отличие от европейцев. Если на европейце снять крыльчатку охлаждения, она просто надета, как бы даже не прессована. Просто надета на вал при определенном диаметре. Когда вы ее снимете, обратно одев, она может просто вращаться независимо от вала. Здесь статор, точно так же внизу подпружиненный подшипник. Сама по себе турбина легко разбирается, легко меняется здесь все. Амортизаторы практически здесь не ломаются. Поскольку, может быть, они лучшего качества, а может быть, сама станина вместе с ротором легче. Дальше у нас будет турбина от компании Arderia. Она у нас точно так же установлена снизу. И обратите внимание, здесь у нас написан диаметр. Это дросселирующая шайба. Она у них ставится не на выхлопе, а снизу. То есть на разную киловаттность турбина одна, а на разную мощность котла у нас ставятся разные дросселирующие шайбы. Сейчас разберу, покажу, что внутри. Здесь все уже собрано под обычной крестообразной отверткой. Вам понадобится больше ничего. Саморезы похожи, кстати, на колонки Oasis такие, но из более качественного металла. Ну а теперь самое интересное, само устройство турбины. Посмотрите, как здесь все легко разбирается. То есть вся часть вместе с крыльчаткой легко достается из улитки. Снимается дросселирующая шайба. Здесь точно так же у нас установлена гайка на 10 с обратным вращением. Как правило, они не закисают здесь, потому что воздействия конденсата нет. Снимаем это дело и видим тоже приятный бонус. Во-первых, с двух сторон у нас толстые шайбы, которые хорошо это все дело фиксируют. И самый большой плюс, это небольшая выборка на валу. Обратите внимание, что сам по себе шкив имеет небольшую выборку. Таким образом у нас крыльчатка никогда проворачиваться не будет. И все это снимается гораздо проще. Давайте посмотрим, что внутри этого хитроумного устройства. И для чего у нас, кстати, идет здесь 4 провода. Считываются обороты, а по другим двум проводам подается питание. Ну вот смотрите, хоть Arderia, прошлая серия, один из самых вот таких ненадежных, по моему мнению, котлов. Так же, как и китурами. Турбина, я не знаю, кто ее делает, давайте посмотрим. Ну вот плата компании Geosan. Я не знаю такую, впервые слышу. Но сделано здесь все. Подшипник, это просто на зависть европейцам. Здесь электронная плата установлена. Ага, здесь у нас это все закреплено на небольших зубчиках. Зубчики приподняли отверткой. И вот внутри у нас мы видим сам электродвигатель. То есть, вот он статор. Статор, вот он ротор у нас вставляется. Все это достается. И вот они у нас два подшипника. Ну, устроено все, честно говоря, прям замечательно. Из хорошего металла это все собрано, сделано. Так, ну и под конец. Самая надежная, по моему мнению, на самом деле турбина. Мне жаль, что европейцы не закупают у компании Навьен турбины. Хотя я и не за все могу похвалить Навьен. Но вот это, это просто отменное, по моему мнению, качество. Во-первых, посмотрите, из какого металла она собрана. Все здесь у нас зачищено. Все хорошо сделано. Трубка в Вентуре сделана из металла. Посмотрите на толщину статора. Ну, допустим, по сравнению с Газлюкс. Или даже по сравнению с производителями, которые устанавливают на Вайланд. Вот здесь и здесь, да. Разница ощутимая. По весу она тоже, из всех, которые я вам показывал, она самая тяжелая. Разбирается она очень легко. Примерно занимает это 30 секунд. Я не разбираю на видео, чтобы вы не слушали жижание моей отвертки. Здесь у нас датчик для считывания оборотов. На него идет три провода. И два провода также идет на питание. Снимая эту часть, мы сразу снимаем и датчик, и видим сам подшипник. Это тоже у нас пружина для того, чтобы у нас все это дело не гуляло. Здесь у нас магнит. И за счет вращения этого магнита создается магнитное поле, за счет которого котел видит у нас количество оборотов. Потому что на таких котлах у нас модулируемые турбины, что касаемо и Китурами, и Навьена, и тому подобных. Как я помню, и у японцев такие же стоят. Посмотрите, статор какого качества хорошего. Посмотрите, ротор какого качества. Все это собрано. И самое интересное, без амортизаторов. То есть, большинство-то стоит у нас амортизаторов, а здесь амортизаторов нет. И эта турбина практически не вибрирует. Она очень хорошо отбалансирована. Теперь разбираем корпус, показываю, что внутри. Итак, вот турбина от компании Навьен. Посмотрите на трубку в Вентуре, какого она качества. Она выполнена из литого металла. И считывает замер, делает и разрежение, и давление. Также здесь установлена небольшая дросселирующая шайба. Возможно, для улучшения аэродинамики на входе в крыльчатку. А возможно, для какого-то ограничения. Значит, посмотрите тоже, как сама крыльчатка выполнена. И она прекрасно отбалансирована, прекрасно вращается. Она не дает никаких вибраций, не имея амортизаторов. Работает, я соглашусь с мастерами, которые, я думаю, заметят такой момент, что работает вот это и вот это в совершенно разных условиях. Как правило, здесь нет точки росы, поскольку заходящий в котел Навьен воздух с улицы, холодный, он, проходя вокруг камеры сгорания, нагревается. Но я думаю, что если такую турбину установить на выхлопе, ей хуже не будет, а от коррозии ее можно покрыть специальным, допустим, лаком. И все это литое дело не будет коррозировать. Кстати, крыльчатка, ну, изумительная просто. Все это вращается и работает шикарно и практически не ломалось. Напишите, у кого проблемы были с турбинами от Навьен, балансируется она, видите, отверстиями. А у европейцев балансируется установка скрепочек, небольшие скрепки ставятся на крыльчатку. Поэтому, кстати, нельзя их снимать. Сама по себе крыльчатка у нас снимается за счет отворачивания шестигранника. Вот он установлен внутри. Ну, в принципе, вот и все. То есть разобрать, собрать это устройство занимает порядка 30 секунд. Ну, а теперь покажу вам гадкого утенка. Для начала показываю котельные мастера вам присостат. Узнали? Не узнали. Потому что это колонка. Это турбированная колонка Оазис. Пружинка у нас здесь надета для того, чтобы не самого лучшего качества трубка у нас не снималась. Она у нас выполняет роль хомута. А вот само чудо-устройство. И чудо-устройство, друзья мои, я ни разу не видел, чтобы оно сломалось. Кстати, стоит оно в жесточайших условиях. Поскольку колонки, как правило, у нас китайские работают на бешеных каких-то литражах. Никогда они не отстроены, потому что отстраивать там нечего. И поэтому они у нас перегреваются. Температура у нас здесь идет бешеная. Ну, посмотрите, какая здесь установлена гайка. Сама кратчатка выполнена из алюминия. Причем, как-то это сделано прессом. Видите, делается сначала стакан, а потом уже делаются сами лопасти. Все это дело сбалансировано скрепкой. Ну, как сбалансировано? Можете увидеть, да? По сравнению, допустим, с Навьен, который я только что показывал. Который действительно отбалансирован до идеала. Ну, здесь это все вот так замечательно мотыляется. Я думаю, колонки, правда, за 8-10 тысяч рублей особо мы не будем придираться. И вся эта машина замечательно работает. Весь срок службы. Посмотрите, мотор здесь какой. На нем висит отдельный конденсатор на проводах. И трубка вентури у нас установлена внутри. Сейчас я подсвечу, покажу, как она сделана. Она сделана как кончик шприца. Вот, вот такое вот чудо-устройство у нас ставится на обычную китайскую колонку. Отрабатывает весь ее срок и почему-то совсем не ломается. Ну, конечно, качество оставляет желать лучшего. Это был канал Котельный Доктор. Обзор турбин для котлов. Хотелось бы напомнить, что данное видео для специалистов. И те из них, кто досмотрел это видео до конца, получают небольшой бонус. Вот где у нас секрет снятия всего, что возможно на турбинах от компании Violet и компании Buxy. Вот здесь у нас находится просто стопорное кольцо. Таким образом, станина снимается. Ну и дальше у нас идет набор стопорных колец. Мне, правда, это решение совершенно не нравится, как это все собрано и сделано. Но вот это все дело на самом деле вынимается в обратную сторону. То же самое и с турбиной от компании Buxy. Также опять напомню вам, что запчасти для котлов ремонту в нашей стране не подлежат.